Слова Иисусу Христу И ответьте на вопрос для себя. Что было бы, если бы, например, за каждое недовольство или ропот, когда вы жалуетесь на жизнь, вам давали бы доллар. И за каждое довольство и благодарность вам давали бы доллар. На данный момент вы были бы уже миллионером или бедным человеком? Паша говорит, что миллионером. Может быть, из-за того, что он в группе прославления, не знаю. Но как бы там ни было, я хочу, чтобы вы на это слово обратили внимание, потому что, в принципе, для нас, христиан, это все очень серьезно. Очень серьезно. Даже если вам этот доллар не дают. Но представьте себе, если бы давали. Настолько мы должны быть благодарны Богу, чтобы быть богатыми пред Богом и служить благословением для других. Аминь. Моя тема, продолжение темы, служение прославления. Вы помните эту историю, когда однажды Иисус исцелил десять прокаженных? Помните? Поэтому я просто вам прочитаю несколько стихов. Это Луки написано, 17 глава и 12 стих. И когда входил он в одно селение, встретили десять человек прокаженных, которые остановились вдали. И громким голосом говорили, Иисус, наставник, помилуй нас. Увидев их, он сказал им, пойдите, покажите священнику. И когда они шли, очистились. Один же из них видят, что исцелен, возвратился, и громким голосом прославляя Бога. И пал ниц к ногам его, благодаря его, и это был самарянин. Тогда Иисус сказал, не десять лет чистилось, где же девять? Я думаю, на тему благодарения как бы нет лучшего примера. Вопрос звучит сегодня всем современным христианам, где же девять? И почему он звучит? Потому что, оказывается, процент благодарных людей очень маленький. Еще раз, процент благодарных, довольных людей очень маленький. Вот почему хочется кричать. Потому что недовольство расстраивает нас. Часто люди недовольны из-за своей внутренней пустоты. Но есть новая жизнь в Иисусе Христе. Люди пытаются от себя убежать, но это вряд ли у человека получится. Есть новая жизнь в Иисусе Христе. И вот смотрите, что меня удивляет в этом примере. Первый – это тот, что они обратились к правильному источнику. То есть, они безнадежно были больны проказой, неизлечимой болезнью. Они не имели права жить в городе и общаться с своими родными. Они медленно умирали, ужасной болезнью страдая. И вот идет Иисус. Они начали кричать, Иисус, помилуй нас. И Иисус обратил на них внимание свое. И когда Он что-то сказал им, они проявили необыкновенную веру. То есть, вот встретишься с Иисусом, поговоря с Ним, они не получили никакого исцеления. Потому что Христос сказал, идите и покажите священнику. Это требовал закон. Послушайте, только священник мог определить, этот человек действительно чистился или нет. И только священник, он имел право по закону дать им добро возвратиться в дом свой к своим родственникам и друзьям. Только. Это очень важная истина. Кстати, и сегодня Бог творит чудеса и исцеляет, и милость являет. Но не все идут к священнику. Они сами решают. За себя. Бог продолжает благословлять своих людей. И я благодарю Бога за это. Но здесь сокрыта одна важная истина. А теперь послушайте. В Библии написано, и когда они шли. То есть, это был процесс, это было время. Вдруг они начали чувствовать себя по-другому. И в конце концов, когда они пришли к священнику, они все были уже исцелены. Они все были здоровы. И священник подтвердил, что в вашей жизни совершилось чудо. И после этого, послушайте, что произошло. Ну, исцелились и пошли туда, куда каждый имел свое направление и цель. Только один, видя, что он исцелен. Понял, с кем он встретился. И он побежал. И он побежал, чтобы поклониться ему и воздать ему славу и благодарение. И истинное в том, что только этот человек был спасен. Человек, который пришел поблагодарить. Я говорил в прошлый раз, что высшая хвала – это мое покаяние пред Богом. Бог, который сделал для тебя все, чтобы ты был спасен. Аллилуйя. И вот здесь возникает вопрос. Получается, еще один важный момент, что многие люди, они ищут руки Божьей. Но немногие его лица. Девять. Они получили исцеление. Им больше Бог был не нужен. Им хотелось просто быть здоровыми и жить так, как они считают нужными. У них не было желания, чтобы он их избавил от духовной проказы и изменил их жизнь и спас их. Бог помог и слава Богу. Но только один. Он был другим. Он искал лица Божьего. Он был спасен. Где же девять? Все это, что вы сейчас услышали, говорит о том, что мы, как христиане, должны быть благодарны Богу. Аминь. Ну, а сейчас мы идем дальше по теме. Я на прошлой нашей встрече говорил о том, что Бог достоин нашей славы и хвалы. Помните, что к благодарению нас призывают Бог и Библия. Что благодарение – это наша вера и упование на Бога. И говорил, в конце концов, что это то, чем мы будем заниматься в вечности. Говорил о том, что Бог ищет в себе поклонников. Помните, да или нет? Дальше я говорил, каким должно быть наше прославление, каким должно быть наше поклонение. Моя главная мысль была в том, что это не просто даже музыка или пение, а это моя жизнь. Это образ моей жизни. Все. Кто-то проставляет Бога здесь на сцене, кто-то просто у себя на кухне. Еще вопрос, чье прославление лучше. Ну, допустим, это лучше, потому что оно для других. Но когда ты начинаешь петь дома, это что-то уже происходит в твоей судьбе. Поэтому это образ нашей жизни. Это то, с чем мы должны идти по жизни. Это здоровое христианство. Вы меня слышите? Мой отец рассказывал, что они, когда жили там, еще были молодыми, в сельской местности, то у них всегда было так, что по вечерам люди приходили в определенное место. Кто-то с гитарой, кто-то с гармон, взял, кто-то баян, кто-то скрипку. И люди играли. Туда собираясь люди, говорят. Никто никого не приглашал, не звал. Просто жизнь была такова, что людям хотелось собраться, попеть. Правда, интересно? Сейчас это трудно встретить. Но это часть нашей жизни. Поэтому я еще раз повторяю, это образ нашей жизни. Дальше я говорил, что о выборе псалмов. Я говорил о том, настолько это серьезно и ответственно пред Богом. Ну, казалось бы, спели, да и спели. Но на самом деле, друзья мои, псалом – это та же самая проповедь. Да. Говорят, у нас сестры не проповедуют. Проповедуют. Это та же самая проповедь. И поэтому выбор псалма имеет, он решающее значение. Надеюсь, вы меня понимаете. И я говорил в прошлый раз, что песни должны быть не только о Боге, но и к Богу. Если я пою там, например, «Наш Бог велик», это нормально. Я верю в Бога жива, Го тоже нормально. Но есть песни поклонения, когда я обращаюсь молитвенно к Богу. Поэтому в поклонении мы говорим «Наклони небеса и сойди». Это бы вроде бы мелочь. Но есть молитва, когда я молюсь один, одно, вот, я молюсь, могу прославлять Бога, и я в этой же молитве обращаюсь к Богу за помощью. Я в этой же молитве поклоняюсь пред Богом. Поэтому должны быть песни именно такого плана. Я говорю, например, о цели в прославлении, что наша цель – войти в присутствие Божье. Наша цель – Бога прославить. Наша цель – послужить к изменению чьей-то жизни. И помните, я говорил, что легко затронуть плоть. Вышел, хорошую музыку врезал, и все. Ну, все включились. Если не все, то определенные люди. Достать уже душу – это уже тяжелее. А дух затронуть – еще тяжелее. Но наша цель в прославлении – затронуть дух. И те песни, которые поются в прославлении, они затрагивают должный дух. И вот, послушайте, помните, я говорил, что за Кубой, я говорил, что спели псалом «Мама», и люди плачут. Я, конечно, должен быть честным. Я не уверен, что спели мы сегодня «Мама», и кто-то заплакал. Могло бы такое не случиться. Понимаю, мы не на Кубе, но у нас должны быть поиск ключей. И если этот псалом коснулся тебя, ты ее пережил, он прошел через тебя, то есть, например, проповедь я могу говорить свою, я могу где-то что-то услышать, но оно должно родиться во мне, пройти через меня, чтобы стать моим. Так то, что псалом, и когда это происходит, что-то невероятное происходит в людях, и это все изменяет и жизни, и сердца. Поэтому выбор псалмов. Если, например, мы поем на пожертвование, то должны быть песни к душе, то есть назидательные песни. Когда мы заканчиваем служение, должны быть призывные псалмы. Вот представьте себе, как могла бы группа, ну, не наша, какая-нибудь растеряться. Пастырь сказал «Призывной псалом». И мы снова «Поклонюсь тебе». Вроде бы нормально. Но послушайте меня. Уже нужен псалом плана такого «Вернись домой». «Вернись домой, уж близко к ночи». Мы должны быть готовы. И то прославление, которым я говорю, которое шло два часа, меня удивляло то, что пастырь идет и говорит им «Псалом за псаломом». Они поют. Кто-то мог бы растеряться, сказал «У меня уже закончились псалмы». А они поют. Скажите «Слава Богу». Аллилуйя. Поэтому я надеюсь, что с Божьей помощью Бог по-особому будет благословлять тех, кто будет благодарен Ему и кто будет славить Бога. Ну, и вы помните, я говорил о музыке тоже, о звуке. Безусловно, конечно, это больной вопрос, но вы должны знать первое, что я не говорю это там в отдельной группе или своим людям. Я говорю тему, которая распространяется на всех. Иногда человек это к себе, близко к сердцу принимает. Но я говорю, как пастырь, как я понимаю, каким должно быть прославление. И вот послушайте, вы заметили, например, даже больше того, что отчасти как бы я начал просто в воскресенье говорить не вовремя. Почему? Потому что у нас звук стал уже лучше. У нас, видите, вот эти такие отбойники там. Ну, короче, пришли новые люди, новые операторы, команда, объединили усилия. И правду, я говорю, они сделали его лучше. Но в других церквях этого еще пока нету. Поэтому я должен проповедовать об этом. Аллилуйя! Слава Иисусу! Поэтому я говорил о том, что музыку создал сам Бог, чтобы мы, как люди и ангелы, проставляли Бога. И вы помните, я говорил, когда Давид играл, то злой дух отходил от Сеула. Как хочется сегодня таких музыкантов. А я надеюсь, что у нас очень скоро будет оркестр музыкальный. Очень скоро. Как хочется у таких музыкантов, чтобы вот на душе камень, а вот сыграл человек, и все стало, все отлегло. Разве это не чудесно? А когда еще один человек играл, то Дух Божий сходил на Елисея. Это возможно, друзья мои, через пение. Я был в таких собраниях, когда просто люди пели, вдруг их накрыла волна Святого Духа, они начали молиться. Никто к этому не призывал. Скажите, слава Иисусу! Поэтому в нашем, в нас есть в этом плане над чем работать. Но главная мысль, которую я хотел донести, что человеку должно быть уютно, слушая музыку. То есть музыка, она должна не раздражать человека, а наоборот умиротворять, успокаивать. Вы скажете, пусть не раздражаются, и вы будете правы. За этим церковь не приходит. Но тем не менее, некоторые что-то услышали здесь, не понравилось, они могут так б-б-б-б-б-б-б про себя. Даже есть такие люди, которые не признают барабану, они бубнят под нос. Я не говорю, что это хорошо, но я еще раз повторяю. Музыка должна настраивать, успокаивать. Музыка должна приготовлять нас к этому благословенному, величайшему служению. Сегодня я, продолжайте, я хочу сделать ударение свое на следующих вещах. Первое, это готовьте ваше сердце. Готовьте ваше сердце, музыканты, певцы и все, кто приходит в церковь. Все. Почему это необходимо делать? Иначе не будет вот этой гармонии, единства сердец и должного прославления, которое ожидает от нас Господь Бог. То есть, к любому служению надо готовиться. Вот если бы я вас спросил, если бы я вас спросил сегодня, кто сегодня из вас не уделил хотя бы там две-три минуты прическе своей и не посмотрел хотя бы разок в зеркало? Поднимите руку. Видите, какая у нас церковь? Все готовились. Халлилуйя. Слава Богу, это нормально, друзья мои. Но если бы я спросил, кто из вас готовил сердце к слышанию? Вот иду и знаю, что кто-то там будет проповедовать. Господи, помоги мне услышать Тебя. Помоги мне услышать голос Твой и подчинить себя Тебе. Помоги мне не только слушать, а услышать. Кто готовил свое сердце? Христиане, они интересны тем, что все, что написано в Библии, они соглашаются. Но делают ли они это? Это вопрос. Друзья мои, вы к людям не идете без подготовки. Вы к никакому большому начальнику не пойдете просто так, не собравшись с духом и с плотью тоже. Я встречал таковых людей, которые им предложили петь, они говорят, мы не готовы. Я встречал таковых, которые готовились, но результата было мало. Я сам проповедник, пастор, я готовлюсь к служению, но это не значит, что я всегда готов. Но у меня есть цель. Я к нему иду, к этой цели, я к ней стремлюсь. Я знаю, что я без подготовки, немногое в состоянии сделать и немногое услышать. Поэтому я, как христианин, верю, друзья мои, если сердце поет, то не нужны слова. То есть, другими словами не так важно, какие слова. А если сердце не поет, то никакие слова нам не помогут или мало помогут. они могут ласкать наш слух, но они не касаются нашего сердца. Вот почему надо свое сердце готовить. Библия говорит, не приходи пред лице мое без подготовки. Вы еще верите в такую церковь, о которой написано в Библии, что и когда вы сходитесь, у каждого из вас есть. Вы верите, что такие церкви существуют? представьте себе, такое было, и это нормально. Вы сходитесь, и каждый что-то приготовил, тогда будет большой, обильный, благослованный стол. Смотрите, Давид говорит, готово сердце мое, готово сердце мое, буду петь и славить тебя, Боже. я хочу просто даже для себя открыть этот псалом. То есть с этого псалма, который вы слышите, я нахочу, что сначала должно быть готовое сердце, а потом прославление, молитвы, служение, все остальное. И что для меня интересно, многие спрашивают, а что апостолы пели? Я говорю, пели. Не часто, но пели не просто так присутствие, ну, типа в синагоге, а когда шли на Голгофу, на гору Илеонскую, они пели, когда другие не поют обычно. Они были другими. Поэтому если вы поете, потому что другие это делают, это ничего необычного нет. Но когда ты начинаешь петь, когда все умолкли, а ты продолжаешь петь, значит ты в победе. Аллилуйя. И вот смотрите, что происходит. Дальше Давид говорит, готово сердце мое, готово сердце мое. И смотрите, что дает готовность сердечная. Он говорит, воспрянь слава моя, воспрянь псалтирь и гуси, я встану рано. Он способен других вдохновлять и ободрять. Почему? Потому что у него сердце готово. Я встану рано. знаете, почему? Не потому, что кто-то попросил его встать пораньше, а потому, что он что-то пережил и вкусил. Он уже бежит в церковь, бежит на молитву, потому что он что-то пережил. Говоря про славление, говорил, что это служение сладостное, да или нет? еще интересно, почему или когда Давид пел? Он пел, когда Саул преследовал ее, чтобы убить его. Это не было пение в храме. Царь, который имел целую армию, гонится за ним, как Давид сказал, как за одной плохой, за одним несчастным человеком. Шансов на жизнь у Давида нет. А он говорит, в это время готово сердце мое, буду петь и славить. Скажите слава Богу. Я просто вас вдохновляю просто на это обратить внимание. Поймите меня правильно, если вы в церкви, например, благодарите Бога, послушайте, благодарите Бога, может быть, даже участвуете в группе прославления, но в течение недели ваша жизнь покрыта ропотом, вы живете в недовольстве, вам церковь не нравится, это не имеет никакой пользы. Но, с другой стороны, когда ваша жизнь проходит в удовольствие, когда она полна благодарения, это приносит в вашу жизнь исцеление, вдохновение и в жизнь других. Поэтому я просто вдохновляю вас так жить. Вы знаете, в чем ошибались свое время израильтяне? Я прочитаю вам один стих, послушайте, в плане готовности сердца. Было время, когда они оставили Господа, но они не оставили поклонения. Смотрите, как написано это Исаии 29, 13. И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими и языком свой чтит меня, сердце же далеко отстает от меня. Только один стих. Все, что вы делаете без сердца, оно не может как-то действовать на других. Что это значит? Вы можете достичь духа человека только действуя от избытка. То есть, чем переполнено ваше сердце, только это может затронуть чей-то дух. Это и есть готовность сердечная. Если вы в этом сомневаетесь, если вы, например, расстроились, подошла к вам волна злобы и недовольства, и вы в это время что-то начали говорить. Почему-то то, что вы скажете, оно запоминается надолго. Почему? Потому что оно достигает духа, потому что оно было сказано от избытка. Так точно в духовном плане, когда Слово Божье, исходящее от избытка, или какая-то песня, исходящее от готового сердца, оно достигает дух, оно остается в этом человеке серьезно и надолго. От избытка сердца, говорят уста. Мы много говорим, правда, в течение дня, но есть вещи, которыми мы живем. Это не просто тема очередная, это часть моей жизни. И иногда послушать человека можно узнать, чем он живет. сердце. сейчас, пожалуйста, обратите на это внимание. Запомните, что святость это природа Бога. И было печально, что они оставили Бога, но проставляли его формально. Сердце же их было далеко, что от Бога. Поэтому одно присутствие в храме, в Доме Божьем, мало, если твое сердце далеко от Бога. можно присутствие и отсутствовать. А можно здесь просто быть. Какая это благодать? Идем дальше. Проверяйте ваши мотивы. У меня тут несколько вопросов. Насколько мне нравится быть на сцене? Простой вопрос. Сколько времени я собираюсь на сцену? Вы пытаетесь привлечь внимание к себе или же к Богу? Проверяйте ваши мотивы. Пытаюсь я кому-то помочь, уступить или наоборот настоять на своем. Какой цели я хочу достичь при этом? Какие мои мотивы? Вы знаете, что есть такой мотив? Если мы не играем, мы в церковь не идем. у неверующих. А если нас нет на сцене, то здесь ничего хорошего не будет. Вот практический пример, смотрите, в моей жизни. Вот когда-то было так, что мы поехали в гости, отпросившись у пастыря, я был руководителем молодежи. Но случилось так, что в течение дня, когда я работал, пастырь мой пришел в дом, где я в ренд снимал и сказал хозяйке, передайте Виталию, что ехать туда не надо. Но я этого не слышал. Почему? Потому что я работал, а после работы мы собрались на вокзале, сели на электричку и уехали в другой город. Когда мы приехали туда, случилось следующее. Мы там участвовали в свадьбе, в одной бракосочетании было, потом в собраниях, и Бог нас обильно благословил. Хотя бы один штрих. Некоторые песни на свадьбе, на бракосочетании нас просили петь по два раза. Это редко бывает, но такое бывает. Когда какая-то песня, псалм захватывает человека, он будет петь ее месяц или неделю. И его уже остальные мало интересуют. То есть мы приехали и пережили огромное благословение. Но когда мы возвратились назад, меня наказали. Меня наказали, что я уехал как бы без разрешения, хотя я отпросился, и нас отпустили и благословили. То, что он сказал моей хозяйке, я этого не слышал. Я не был виновен. Но меня наказали. Лишили проповедь, запретили проповедовать и петь и все остальное. И вот кажется как бы обидно. Но вы знаете, что прекрасно в жизни христианина? в то время, когда меня запретили проповедей на троих. А когда я просто мог просто спеть, собиралась всегда группа, чтобы послушать. И послушайте, суть христианской жизни, человек иногда будет недоволен, что ему не дают проповедовать. Правда такое бывает? Редко она бывает. нет. Но суть не в том, дали тебе проповедение, а суть в том, она в тебе вообще есть или нет. А так дают, дайте мне месяц на подготовку. А как же понять это местописание, где написано язык мой трос скорописца. То есть он говорит, Давид, дайте мне только слово, как автомат будут выскакивать слова, потому что у меня есть избыток, у меня есть тема, у меня есть разговор. Вот такие вещи в нашей жизни, они кажется, могут нас ломать. Но сделали замечание и прославляющий раскис. Проверяйте ваши мотивы. Вы пытаетесь внимание к себе привлечь или к Богу? Вы хотите удивлять других или назидать их? Запомните, что впечатлять это гордость, это чуждый огонь. Он никого не привлекает. Поэтому просто проверяйте ваши мотивы, почему я это делаю. Следующий момент. Тишина является неотъемлемой частью истинного поклонения. Значит, вы видите здесь псалом. Он покоит меня на злачных пажать и водит куда? К водам тихим. Запомните, шум, он ничего не производит. если вы не верите мне, даже скажу вам одна из причин, почему люди заводят собачек. В одном доме не было ни мира, ни тишины, ни покоя. А значит, не было никакого счастья. И вот муж с отчаяния решил завести две собачки и назвал одну хорошо, а другую спокойно. И когда он начал приходить домой, то уже дома было все хорошо и спокойно. Собачки вряд ли здесь помогут. Лучше уже сына или дочь и хорошо или спокойно. Это надежнее. Но хорошо и спокойно там, где присутствует Иисус. Халлелуя. Поэтому еще раз повторяю, тишина неотъемлемая часть поклонения. Он водит меня на злачной пожитии и к водам каким? Тихим. Главная моя мысль. Если прославление может быть громким, то поклонение должно быть тихим. не должно быть все на одной ноте. Даже проповедника, который интонацию голоса не меняет, слушать трудно. В чем здесь главный секрет? Если моя цель войти в присутствие Божьего, даже если мы не всегда достигаем ее, когда мы входим, все замолкает, когда присутствует Он. Если вы переживали это, вы понимаете, о чем я говорю. Вам хочется слушать Его, вам хочется наслаждаться Им. И когда тихонечко музыка играет или поется псалом, это невероятная благодать. Только к этому надо идти. Я был в таких собраниях, когда мы просто поклонились Богу просто продолжительное время, когда люди не просто ставились на колени, они падали на пол и рыдая поклонялись Богу. Потому что Божья благодать захватывала так человека, что он падал пред ним как мертвый. Вы помните встречу Бога и Илии с Богом? Там был серьезный разор, там было о сильном ветре, помните? О буре и так дальше. А потом что написано? тихо они веяния ветра. Поэтому музыкантам не надо бояться тишины. Нельзя, допустим, так делать, если меня не слышат, мой инструмент, меня и играть не хочется. Вы команда, вы оркестр. Важно, чтобы вас услышали, не меня, а вас. Аллилуйя. Поэтому я надеюсь, что мы к этому придем, и Бог нас обильно благословит. Следующая моя мысль. Поклонение должно приводить к служению. Господу Богу Твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Честно скажу, что дьявол ненавидит прославление поклонения. Он ждет, что Ему будут поклоняться. Но Библия говорит, и это Христос там сказал, что Господу Богу Твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Поэтому очень важно, например, как человек, например, готовит себя, какую музыку слушает, находясь дома. Здесь можно играть правильную музыку, но чем человек питает, это очень важно, себя. Поклонение должно переходить на служение. Поклоняйся Богу, и Ему что? Служи. То есть поклонение это состояние моего сердца. Я уже говорю, это образ нашей жизни. То есть каждому служителю или каждому, кто участвует в служении, ему надо решить вопрос, или он музыкант, певец, или он служитель. И если он служитель, тогда он будет не пропускать собраний. Тогда он будет конспектировать проповедь. Тогда он не будет ходить вокруг церкви, а просто будет жить жизнью церкви. я говорю очень важной серьезной истины. Почему, например, мы восхищаемся поклонением, которое описано в книге пророка Исаии. Помните? Свят, свят Господь. Поколебались верхи, там была такая слава. Там было необычайное поклонение. Но у меня вопрос, чем оно закончилось? Вот я пошли меня. Я музыкант или я служитель? Это мое хобби или это мое служение? Одно дело, когда я люблю играть или петь или проповедовать, а другое дело, когда это часть жизни моей, когда это мое служение. Я озабочен тем, как его сделать лучше, как его сделать глубже, как его сделать понятным, как его сделать таким, чтобы оно воспринималось людьми. Вот о чем надо думать. Поэтому поклонение должно приводить к служению. Поэтому любой человек, который не посвящен в служении, он якорь для всей группы. Или по-украински тормоза. Обратите внимание, не талант или музыкальность определяют наше служение, а наш характер и наша посвященность. какой ты в характере, какой ты человек. То есть надо обращать внимание не только на то, что человек делает, но почему он это делает. Какой он из себя, что он из себя представляет, какой характер и какая его посвященность. Только на посвященность нашу приходит огонь с неба. Скажите слава Богу. поэтому дьявол пытается нас отвлечь, развеять все это, разрушить. Но если ты поклоняешься Богу всем своим сердцем, если ты поклоняешься Богу, огонь Божий будет гореть внутри тебя. Еще раз, огонь Божий придет в твою жизнь. Ты будешь служить вдохновением и благословением для других. Бог наблюдает за тем, как мы поклоняемся Ему. Поэтому мы должны становиться делателями, поклоняться Богу в Духе и Истине. Следующая моя мысль. Стройте ваши взаимоотношения. То есть талант это хорошо, но важны отношения. Извиняюсь, но все люди талантливые, они немножко гордоваты, чуть-чуть. И чем выше талант человека, тем ему тяжелее смиряться. Именно многих, многие таланты безнадежно погубила гордость. Я говорю, я хочу кричать. Их не только сотни, тысячи. Только что они не научились смиряться, они потеряли все, что было заложено в них самим Богом. Поэтому все это очень серьезно. То есть талант это хорошо, пение хорошо, но важны отношения. Есть люди, которые могут накалять отношения в любой группе, а есть люди, которые могут их исцелять. И успех любого служения зависит от взаимоотношений. И успех любого служителя зависит от того, настолько он способен строить взаимоотношения. взаимоотношения. Вы должны проверять свои отношения с Богом и друг с другом. Если нет нормальных отношений, лучше не выходите на сцену. Примиритесь, а потом будет. мы здесь не просто, чтобы в кого-то занимать время, но служить благословением друг для друга. Запомните, чем лучше взаимоотношения, тем лучше будет результат и продукт. Тем результат будет лучше. Поэтому слово позже, молитва, пост, наше смирение пред Богом, это то, что нам жизненно необходимо. Работайте над своим характером. Следующая моя мысль, мы подходим к концу. Значит, сосуд должен быть чистым. Будьте готовы к употреблению. Здесь вы видите стих. Извиняюсь. И так, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в честь, освященным, благопотребным, владыке, годным на всякое доброе дело. То есть, сосуд, который употребляет Бог, он должен быть каким? Скажите громче. Он, в первую очередь, должен быть чистым. Второе, он должен быть свободным, потому что вот этот сосуд, у вас вряд ли получится что-нибудь налить. Почему? Потому что он полный. Если вы в течение недели, например, просто на своей волне, у вас своя музыка, вы приходите сюда заполнены. И Бог, и желал бы благословитого человека, некуда вливать. К сожалению, многие сегодня питаются рожками, поэтому у них нет аппетита к слышанию Слова Божья, потому что они напитали себя чем-то другим. Сосуд должен быть чистым, такие сосуды есть, скажите, слава Богу. Сосуд должен быть свободным и сосуд должен быть посвященным. Только то, что посвящено Богу, это все употребляет Бог. Если человек не посвящен в служении, он просто идет по жизни сам, по себе. Поэтому наблюдайте за своей жизнью. Библия говорит, правым прилично славословить. сердце чисто, право, значит, все нормально. Вы меня слышите? Вот послушайте, что это значит? Кухня должна быть чистой. Я как-то рассказывал этот пример, может быть, забыли. Но я напомню, я приехал на Украину и попытался к одним друзьям старым зайти в гости, но перепутал дверь и попал на кухню. Хозяйка как увидела меня, она стала вот здесь на дверях вот так стеною, говорит, не пущу. Я говорю, разрешите войти? Вы нет, ни в коем случае. Я говорю, пожалуйста, я тебя умоляю, я просто хочу пообщаться. Нет, извините, вы не в ту дверь пытаетесь войти. Это кухня. Идите в ту дверь, идите в гостиную. Почему? Потому что она просто хозяйка, а на кухне было не совсем так уютно, чисто, убрано. И когда она увидела гостя, редкого гостя издалека, она перебухалась на смерть. Я прошу, пропусти, Нард, нет. Она готова была там умереть, на этой двери. Сильная женщина. Потом я как-то уже успокоил, зашел на другие двери, поговорили, было прекрасное общение, но почему я сегодня это говорю? Я говорю за чистый сосуд и за кухню. Если, например, мы пришли на спевку, здесь переругались, к примеру, такое бывает, но не у нас в церкви, но где-нибудь. А потом пришли, начинаем, поняли меня? Я всегда хочу просто вдохновлять тех, которые трудятся для Бога. И я говорил, как-то находясь в одной церкви, послушал хористов, хорики, говорю, как хорошо у вас хор пел, спасибо. Пойте, как соловье. Ну, они мои друзья. Они говорят, Виталий, а ты приди на нашу спевку. Думаю, на спевку гостей редко приглашают, но интересно. А что? Там, если не осудят, то они не живые. Ропот, недовольство, это их кухня. Кто-то на эту кухню никогда таких, как я, не пустит, как вот эта женщина. А кто-то свободен. Говорят, это наша часть жизни. Безусловно, там не будет должного успеха. Кухня должна быть что? Почему? Потому что, если она не чистая, то мы распространяем не Божью благодать, а духовные болезни. А мы не для этого ходим в церковь, чтобы распространять духовные болезни. Роптать никаких усилий не надо. Слушайте меня. Готовить сердце не надо. Он тебя накроет как волной. А чтобы утешать других, надо готовность от Бога. Аллилуйя! Я часто говорю, чтобы замечания делать кому-то, надо кое-что знать. А чтобы поднять человека, вдохновить, надо чем-то обладать, надо что-то иметь. Аллилуйя! Критиковать других легко, но везде Созидатели нужны. Поэтому послушайте меня внимательно. Все присутствующие в этом зале, святость это не роскошь, это жизненная необходимость. Без нее написано, никто не увидит Господа. Никто не попадет в небеса. никто, никто, так говорит Библия, это моя часть жизни, это твоя и моя судьба. Поэтому сосуд должен быть каким? Чистым. Ну и последнее, и мы будем молиться, прославляя Бога. Участвуйте, прославляйте и поклоняйтесь Богу. Наблюдение не должно заменять поклонение. Я обращаюсь к залу, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. Мы живем в это время, когда наблюдение заменило истинное поклонение. Да. Мы живем в то время, когда люди пережидают поклонение. И если оно там прошло минут двадцать уже так с ноги на ногу и думаешь, когда бы уже сесть и просто упасть, а потом пусть дальше проповедует. Вы понимаете, в чем я говорю? Библия говорит, что вы куплены дорогою ценою. Прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших. Помните, я говорил, что если, например, зал не участвует, то отчасти это вина группы, потому что они должны как бы привлекать зал к пению, к служению. Но это не вся их вина. Потому что если твое сердце не готово, то и атомная бомба этому человеку вряд ли поможет. Вы поняли меня? Сердце должно быть готово. Почему-то люди удивительны тем, что чем больше скорбей, тем он больше молится. Больше проблем, тем он ближе к Богу. Только нету проблем. все как-то улетает и все. Вроде понимаешь, вроде бы знаешь, правда или нет? Вот почему Бог иногда подогревает нас. Но пожалуйста, я вас очень прошу, вы помните, что когда-то было общее пение, открывали гусли и все пели. Говорят, что сегодня это как бы несовременно, не модно, но я обращаю внимание на то, что все пели. 90% минимум пели. Сейчас все лучше. Только поют и молятся, к сожалению, не все. Как бы хотелось, чтобы что-то Бог поменял в нашей жизни. Вам хотя бы этого хочется, друзья мои? Вы куплены дорогою ценою. Часто нам это трудно понять. Расскажу еще один пример. Один такой сельский кузнец имел сына, и он просто проявлял заботу о нем. Он решил выучить его на врача, на доктора. И он работал в этой кузне день и ночь, чтобы просто поддержать его материально. И он пахал, пахал, пахал. Проходит какое-то время, и он вдруг узнает, что его сын, живя в городе, он не учится, а он просто гуляет, пьет, и просто прожигает деньги. Какой ужас! Вот вы понимаете, о чем я говорю? Какой ужас, что такие люди находятся. Этот работает день и ночь, а тому все равно. И каждый, кто слышит это, он невольно содрогается. Неужели такое может быть? Но такое есть. Но это есть не только по отношению семьи. Вы куплены дорогой ценой. Тот, кто цену уплатил за тебя и за меня, это не кузнец. Он кузнец твоего спасения и твоего счастья. Он сделал больше, нежели этот земной родитель. А некоторые просто отворачиваются от Бога. Они не покаялись пред Богом. У них нет песни, с которой они идут по жизни. У них нет полета. У них нет огня. У них нет ревности. И все это Бог желает возвратить тебе. Если ты любишь Бога, как ты можешь Ему не служить? Как ты можешь не служить тому, кого ты любишь? Как? Вы куплены дорогою ценой. прославляйте Бога и в телах, и в душах. Я хочу, чтобы мы сейчас помолились. Пианист может прийти играть. я говорил, что самая высшая форма Бога прославить это покаяться пред Богом. Может быть, из зала люди, которые еще не покаялись. Вы можете это сделать сегодня. Вы можете это сделать всегда в нашей церкви без очереди. Вы можете всегда пройти вперед и сказать Господь, я хочу. А если есть такие люди, которые еще не покаялись, я хочу тебе напомнить, выкуплены дорогою ценой. Нельзя быть неблагодарным. Как ты можешь не благодаря Бога не покаяться пред Ним, не воздать Ему должное, не обратиться к Нему с достоинством, сказать, Господь, помоги мне. Я желаю быть ближе к Тебе во имя Иисуса. И если вы что-то услышали для себя в этой проповеди, вы можете это выражать в молитве, вы можете сказать, Господь, я слышу, я хочу что-то изменить в моей судьбе и жизни, помоги мне. Это и есть акт поклонения. Когда мы в тишине что-то говорим Богу, а Бог слышит это на высоте небес, разве это не чудесно? Господь, я слышу, ты зовешь меня к служению, я слышу, ты меня хочешь приблизить к себе, Господь, я хочу поклониться тебе ниже и ниже. Я смирюсь еще, говорил Давид, и предслужанками смирюсь, но имя Бога будет благослово на моей судьбе, что-то Бог желает изменить твою жизнь, приди к Нему таком, как ты есть, и искро скажи, прости меня, и в твою жизнь придут чудеса спасения и Божий мир, Божья благодать присутствует здесь, и зов Духа Святого захватывает нас. Давайте мы поклонимся Богу искрым сердцем, во имя Иисуса Христа, аминь. Христа